Сегодня, как обычно, 18.00, вторник, а значит время для нашего эфира в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции». Как обычно, напоминаю для тех, кто нас слушает в записи, по возможности, при желании, приходите к нам онлайн. Мы здесь разбираем разные интересные темы. Кстати, как сегодня, не всегда напрямую связанные с фондовым рынком, но практически всегда связанные с инвестированием в целом. Приходите, участвуйте, задавайте вопросы. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Газпромбанк Инвестиции». Ну и не забывайте, конечно, скачать приложение и пользоваться той функциональностью, которую она дает нашим клиентам. Это, в первую очередь, возможность инвестировать в различные финансовые инструменты. Также напомню, что наш эфир можно слушать в записи, поэтому, если какая-то тематика вам интересна, но вы не успеваете, не можете послушать, имейте в виду, всегда на следующий день или чуть позже мы выкладываем запись, где можно послушать это в записи. Ну что, наверное, базовые организационные возможности я все рассказал. Сегодня, как я и говорил, вот тот случай, когда мы поговорим не только про наш любимый фондовый рынок непосредственно, а про недвижимость. Периодически мы эту тему поднимаем. Даже, я помню, вот до Нового года подробно обсуждали. Но определенные, весьма значимые, на мой взгляд, все-таки события произошли в конце года, что позволяет нам вернуться к этой теме еще раз. Дорогие слушатели, в последнем закрепленном посте в нашем телеграм-канале оставляйте ваши вопросы, комментарии, которые я с удовольствием впоследствии адресую нашим сегодняшним гостям. А сегодня у меня в гостях Владимир Жоков, независимый институционный консультант на рынке недвижимости, и Олег Смирнов, руководитель отдела продаж Parus Assets Management. Коллеги, добрый вечер. Приветствую, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад вас всех приветствовать сегодня. Да, коллеги, всем добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну что, у нас по игламету час, время обычно пролетает быстро, поэтому предлагаю сразу перейти к теме. Мы с Владимиром в прошлом году достаточно подробно обсуждали его взгляд на рынок, поэтому предлагаю в этот раз начать с Олега. И вопрос такой классический, как в анонсе этого мероприятия, вот хорошо наши коллеги написали, обсудить перспективы рынка недвижимости. Наверное, если все-таки можно, еще раз скажите нам, какие вот важные изменения произошли в конце года, ну и далее, как они могут повлиять на рынок недвижимости. Андрей, спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, в прошлом году был достаточно интересный год с точки зрения инвестиций в недвижимость. Мы увидели много интересных сделок на рынке. Я представляю управляющую компанию Parous Sales Management. Мы специализируемся больше на коммерческой недвижимости, поэтому, наверное, моя речь, мое выступление сегодня, оно будет больше связано именно с рынком коммерческой недвижимости и как прошлый год в целом повлиял именно на инвестиции в данный сектор. Если говорить, я бы, наверное, хотел начать с такого, наверное, более фундаментального, так сказать, фундаментальной речи, да, рассказать о том, какие вообще сегодня, на текущий момент в России и в мире есть стратегии инвестирования в недвижимость, и на базе этого уже ответить, как влияние прошлого года, там, повышение ключевой ставки и так далее, повлияло именно на данные стратегии. Кстати, наверное, аналитику и какие-то цифры, которые сегодня буду приводить, вот, достаточно сложно воспринимать, поэтому я попросил коллег в комментариях под последним постом отправить презентацию, да, где слушатели смогут непосредственно открыть ее и посмотреть уже более детально про те цифры, которые я буду сегодня рассказывать. Так вот, если говорить про стратегии инвестирования в целом в любую недвижимость, то в мире есть такая уже утвержденная классификация. Всего есть четыре стратегии, и давайте по порядку пройдемся от наиболее таких менее рисковых до стратегий с большим риском. Первая стратегия называется Core, и в целом она характеризуется следующим параметром, что инвестор заходит в определенный объект недвижимости, да, это может быть жилая недвижимость, может быть коммерческая недвижимость, но здесь какие параметры, что это класс А, да, то есть это стабильный, уже готовый объект, где есть арендатор, да, и уже сформирован какой-то стабильный, стабилизированный такой денежный поток, да, то есть фактически здесь речь про такую арендную стратегию, когда инвестор покупает, например, какой-нибудь готовый арендный бизнес, там либо склад, либо квартиру и сдает ее в аренду. То есть это такая стратегия, где инвестор получает меньше риск, ну, соответственно, и премия за этот риск, она минимальная. А вторая стратегия, она называется Core Plus, да, когда инвестор приобретает объект недвижимости, оно с неким потенциалом его улучшения, да, то есть может быть он не заселен арендатором, либо нужно сделать какой-то дополнительный ремонт, да, то есть здесь для инвестора, конечно, возникают дополнительные затраты, дополнительные риски, ну, соответственно, есть дополнительная премия за данный риск. То есть это вторая стратегия. Третья стратегия называется Value Edit. Это сегодня, наверное, весь redevelopment, который мы видим, в том числе, там, в России, за рубежом, да, то есть когда на примере приобретается какой-то промышленный объект, из него делаются, например, апартаменты, сдаются в аренду, то есть это вот такая третья стратегия, где для инвестора есть еще больше рисков, ну, соответственно, еще больше доходность инвестор планирует получить. И четвертая стратегия – это оппортунистик, это, по сути, весь новый девелопмент, да, то есть когда с голого поля строится, может быть, там, жилой дом, либо там загородный какой-то дом, да, то есть в целом это весь новый девелопмент. И вот относительно того, что есть такие четыре разные стратегии, мы получаем на рынке сегодня, что, в принципе, если вбить в интернете инвестиции в недвижимость, то инвестор может получить предложение, там, от 10% годовых до, там, 100% годовых, и вот если не совсем углубляться в то, к какой стратегии это относится, инвестор может, так сказать, не до конца правильно принять решение, взяв те риски, на которые он, например, не готов. У нас в парусе мы сосредоточены на активах, которые входят в стратегию Core, да, то есть мы покупаем и выводим на биржу уже объекты, которые имеют стабилизированный денежный поток, и там ежемесячно мы получаем определенный рентный доход. Соответственно, у нас фокус вот именно в парусе на такой стратегии. Что произошло в прошлом году? Вообще, на самом деле, прошлый год был рекордным, да, то есть мы, если посмотреть аналитические отчеты консультантов, то мы увидим, что в целом за 23 год объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил более 600 миллиардов рублей, да, то есть это рекорд, которого раньше не было. Здесь покупались и склады, и торговые центры, и офисная недвижимость, да, то есть в целом прошлый год ознаменован таким рекордным годом для всего рынка коммерческой недвижимости. С чем это связано? Естественно, мы увидели ряд уходящих игроков с российского рынка. Конечно же, это повлияло на то, что в продаже появились те объекты, которые ранее не появлялись, и инвесторы не могли поучаствовать в их приобретении. Более того, мы увидели еще повышение ключевой ставки во втором полугодии. С точки зрения коммерческой недвижимости, конечно же, это должно было негативно сказаться, да, потому что очень часто при приобретении именно таких крупных объектов коммерческой недвижимости используется кредитное плечо. Таким образом, в теории мы должны были увидеть спад активности, но на самом деле, как мы увидели по факту, такого спада не произошло, и под конец года были достаточно крупные приобретения. Поэтому если говорить про общий рынок именно инвестиций в коммерческую недвижимость, то мы видим, что деловая активность растет. Инвесторы, как физические лица, так и институциональные инвесторы, активно скупают активы, да, которые предлагаются на рынке. Конечно же, это связано с тем, что сегодня в период высокой ключевой ставки мы имеем высокую инфляцию. И как раз-таки именно недвижимость, она, наверное, и позволяет сохранить свой капитал в период высокой инфляции, да, потому что, как мы все знаем, когда у нас в стране высокая инфляция, это влияет на стоимость материалов, работ, коммуникации и так далее. Все это приводит к тому, что недвижимость впитывает в себя эту инфляцию и растет в цене более, так сказать, высокими темпами. В целом, наверное, так отвечу, Андрей, на ваш вопрос. Если есть какие-то уточнения, то продолжим. Давайте как раз закроем тему уже коммерческой недвижимости, чуть поподробнее об этом поговорим. Два вопроса. Первый. Вот вы сказали, так сказать, первый, ну, наивысший, да, класс объектов, готовых объектов с денежный поток и и так далее. При условии, что все остальное, как бы, чуть более рискованно и, соответственно, большая доходность, то, чтобы инвесторы могли ориентироваться, ускорить, пожалуйста, вот такого класса объекты, какую сейчас дают доходность, это первый вопрос. И все-таки, ну, вот мы, наверное, сейчас там перейдем к вопросу жилой недвижимости. Кажется, что там все-таки поменялось или поменяется что-то в 2024 году. Вот теперь прогнозы по коммерческой недвижимости. Как-то взаимосвязаны они или это все-таки отдельная история? Вот чего ждать инвесторам в коммерческой недвижимости в 2024 году? Доходность и перспективы. Да, Андрей, я слышал. Давайте отвечу, наверное, сначала посмотрим, что было за последние 20 лет. У меня также вот в презентации есть слайд, мы провели аналитику, что было, какие классы активов за последние 20 лет вообще в России принесли там большую доходность. Что мы увидели? Что там складская, офисная недвижимость, это такие лидеры именно из сегментов недвижимости, да, по доходности. То есть офисная недвижимость за последние 20 лет суммарно, это и рентный доход, и рост стоимости принесла более 13% годовых инвесторам, а складская недвижимость принесла более 14,5% годовых. Если говорить про рентную доходность, то в складах она выше, да, это более 8% годовых инвесторы получают, а в офисную недвижимость инвесторы получают 5,6% годовых. Сейчас мы наблюдаем такую картину, когда действительно при высокой ключевой ставке те объекты, которые в том числе и мы приобретаем, они в среднем покупаются по капрейту там от 10 до 12% годовых, да, то есть здесь речь именно о объектах класса и о рентном доходе, который они там в моменте приносят, да, то есть если мы говорим о такой ежемесячном стабильном доходе, который там сегодня предлагается нашим инвесторам и в целом на рынке, это там от 10 до 12% годовых. Что касается потенциала роста стоимости, да, это такая тоже важная составляющая инвестирования в недвижимость, как я упомянул ранее, там при высокой инфляции недвижимость дорожает у нас всегда. Здесь мы видим по статистике за последние 20 лет, что недвижимость дорожала вот на коммерческое от 6 до 7,5% в год. При текущих значениях инфляции мы ожидаем, что в ближайшие 2-5 лет эти значения будут немного скорректированы в большую сторону, да, то есть от 7 до 10%, опять же, в зависимости от объекта, от стоимости, по которой входит инвестор в него. То есть суммарная доходность вот именно по объектам коммерческой недвижимости вот сегодня там и в нашем исполнении, и в исполнении коллег по цепку, она дает там от 15 до 20% годовых, где примерно половина это именно рентная доходность, вторая половина это рост стоимости. Вот что касается жилой недвижимости. Уточню сразу, для понимания, ну я думаю, всем известно, что в постковидный, скажем так, период, жилая недвижимость выросла, ну, 50-100% в зависимости от региона. Вот скажите, пожалуйста, коммерческая недвижимость, такой же произошел рост или все-таки он там был менее существенным или можно более? Да, смотрите, что произошло за последний, вот я возьму, наверное, период три года, потому что он достаточно имел яркие события, да, у нас в России. Что произошло? Например, разберем три сегмента. В складах произошел действительно бурный рост, то есть у нас в 20-м году началась пандемия, все привыкли к удаленному формату работы и заказываем в магазинах, то есть у нас очень сильно вырос рынок e-commerce услуг, то есть это Wildberry, Sazon и другие игроки. Это привело к тому, что спрос на складскую недвижимость крайне сильно вырос. То есть сегодня мы видим картину, когда на рынке фактически вакансия 0%, да, то есть нет свободных складов. Все это приводит, конечно же, к росту арендных ставок и, соответственно, приводит к росту доходности для инвесторов. Более того, в связи с тем, что у нас произошло удорожание стройматериалов тоже за последние два года, мы видим ситуацию, что и стоимость строительства увеличилась более чем на 30%. То есть как раз таки на складскую недвижимость последние три года повлияли достаточно позитивно, да, с точки зрения, если инвестор заходил до 20-го года. То есть сейчас заходить в складскую недвижимость стало немножко дороже, да, но, конечно же, ставки аренды, они позволяют получать хорошую доходность именно арендную. Если мы говорим про офисы, то здесь ситуация немножко иная, да, 20-й год, пандемия, удаленная работа, все это привело к обратной ситуации, что спрос на офисное пространство снизился, и мы увидели, наоборот, увеличение вакантных площадей. В 22-м году мы увидели, что ряд зарубежных компаний покинули в российский рынок. Это тоже привело к такой нестабильной ситуации в офисном сегменте. Но, опять же, 23-й год стал, скорее всего, таким разворотным годом в офисном сегменте. Опять же, там большинство консультантов сейчас отмечают, что вакансия на рынке офисной недвижимости снижается. Сегодня найти офис 5000 метров плюс практически невозможно, да, то есть все хорошие бизнес-центры, они заняты. В нашем исполнении у нас три бизнес-центра в портфеле, вакансия 0%, да, то есть мы видим, 23-й год стал для офисной недвижимости таким разворотным, вакансия снижается, ставки аренды поднимаются. Соответственно, в ближайший год-два, по прогнозам, опять же, аналитиков и консультантов, из рынка арендатора офисная недвижимость превратится в рынок арендодателя, когда уже арендодатель будет диктовать условия и выбирать, с кем ему работать. Что касается торговой недвижимости, это третий сегмент, да, которым мы занимаемся. Здесь ситуация тоже в 20, там, последние три года достаточно негативно повлияла на этот сегмент. Опять же, это и рост рынка E-кома, и уход ряда зарубежных брендов с российского рынка. Но если смотреть по статистике, которую мы сегодня видим, то в целом в 23-м году объем рынка торговли показал рост, там, более чем на 5%. То есть это говорит о том, что несмотря на рост E-кома рынка, несмотря на то, что люди все больше и больше заказывают на маркетплейсах, в интернете, тем не менее розничная торговля, она тоже растет. То есть мы видим тренд, что E-ком не так много отъедает у розничной торговли, а наоборот рынок весь растет и в целом увеличивается весь объем потребления у нас в России. То есть таким образом хороший управляющий, кто работает с торговыми центрами, все это торговые центры находятся в хорошей локации, есть трафик, то сегодня мы видим тоже вакансию 0%, что российский бизнес, он нашел ответы на все вопросы, он нашел решение, как заменить ушедшие с российского рынка компании, что привело к тому, что в топовых торговых центрах России в целом бакансия 0, трафик практически вернулся к до пандемийному уровню. Это приводит, опять же, к хорошей активности с точки зрения инвестиций в данный сегмент. Поэтому мы ожидаем, что именно по торговой недвижимости в ближайшие годы, конечно, выживать и получать лучшую доходность будут такие, можно сказать, якорные торговые центры как в столице в Москве, так и в крупных региональных городах. Поэтому лично у нас фокус сегодня на покупке торговых центров именно в регионах, где торговый центр является не просто местом, где можно приобрести товары, одежду и так далее, где торговый центр является таким местом протяжения всего города. То есть в такую торговую недвижимость мы верим и в нее активно инвестируем. Да, Олег, чуть немного времени остается, вот если все-таки финализировать, теперь перспективы 24-го, может быть, 25-го, такие среднесрочные, если быстренько пробежаться по этим секторам коммерческой недвижимости. Да, если коротко, склады как продолжали быть самым любимым типом коммерческой недвижимости для инвесторов так и продолжим. То есть сейчас есть нереализованный спрос более чем на 10 миллионов квадратных метров, когда весь объем рынка составляет 40 миллионов. То есть есть очень большой нереализованный спрос на эту недвижимость, девелоперы не успевают. Поэтому в этот сегмент точно нужно рассматривать для добавления в свой портфель. То есть со складами все понятно, стабильно, арендный доход приносится, вакансия ноль, склады дорожают. С офисной недвижимостью мы видим разворот тренда, поэтому этот сегмент сейчас становится более интересным, чем несколько лет назад. Поэтому мы ожидаем, что ставки аренды будут увеличиваться. Соответственно, это поведет опять же к росту доходности для инвесторов. С торговыми центрами, наверное, вопрос посложнее. Все зависит конкретно от конкретного объекта, от локации и от набора арендаторов, которые присутствуют. Потому что, конечно, игроки, которые, наверное, не справляются с конкуренцией, они будут потихонечку менять форматы, уходить с рынка. Это приведет к небольшому изменению в целом рынка торговой недвижимости. Но в целом мы видим положительную динамику, мы видим, что торговые центры нужны людям, нужны населению. Соответственно, в них инвестировать также можно. Вот с точки зрения именно цифр по доходности пока что не видим каких-то сильных факторов, которые будут менять эту доходность в большую или меньшую сторону. То есть те цифры, которые приведем у нас в презентации, которые прикреплены в комментариях, мы ориентируемся на эти цифры. В целом в наших прогнозах смотрим, что арендная доходность – это от 8 до 12 процентов, в зависимости от объекта и в зависимости от типа недвижимости, рост стоимости от 5 до 10 процентов годовых. То есть при выборе правильного объекта недвижимости суммарно можно зарабатывать 20 плюс процентов на инвестициях в коммерческую недвижимость класса А. Хорошо. В общем, вывод, дорогие слушатели, дешевле похоже, не будет. Окей, переходим тогда. Да, переходим тогда. Андрей, у меня есть вопрос. Жилой недвижимости могу задать. Давай, давай, да. Воспользуйся случаем как раз, да. Да. Дело в том, что есть компании, действительно, которые много лет занимаются изучением офисной недвижимости, и главный у меня вопрос, конечно, по классу А. Дело в том, что есть такая известная компания, как Николерс, которая пишет как раз о том, что уже три года подряд арендная ставка, простите, падает в офисах класса А. И как же в таком случае удается компании Парус удерживать высокую доходность в таких офисах? Спасибо, Олег. Да, Владимир, спасибо за вопрос. Действительно, как я уже рассказал, последние три года стали такими шоковыми для офисной недвижимости. И именно запив, выведенный на биржу с офисной недвижимостью, мы вывели только в этом году. Почему? Потому что увидели, что тренд меняется, ставки растут, вакансия снижается. И после того, как мы снизили вакансию, конкретно в нашем бизнес-центре, мы говорим про наш один из фондов, которые с августа торгуются на бирже, то для нас, конечно же, важно дать инвесторам уже готовый продукт, доходность которого можно спрогнозировать. Поэтому действительно, 2021, 2022, начало 2023 года мы офисную недвижимость не трогали, мы не выводили ее на биржу. Как только мы увидели, что ситуация меняется, вот если послушать и посмотреть, почитать аналитику за 2023 год поясной недвижимости, то действительно ставки наоборот, как раз таки снизу, начали движение плавно наверх, в том числе в классе А. То есть в классе А здесь есть определенные причины, почему это происходит. То есть сейчас IT-сектор у нас активно развивается, компания с госучастием. И в целом сегодня, когда там увидели уход зарубежных компаний с российского рынка, мы увидели, что сотрудники, которые раньше работали, они все-таки привыкли к классу А. И таким образом даже те компании, которые раньше там снимали Б-класс, С-класс и так далее, они сейчас понимают, что для того, чтобы в твоей команде работали лучшие специалисты рынка, должен быть хороший офис. Именно поэтому мы видим такой плавный разворот. Естественно, мы очень аккуратно тоже на него смотрим. И та заявленная доходность конкретно по нашим фондам, она такая более консервативная, нежели там мы в складской недвижимости прогнозируем. Вот так, наверное, отвечу. А смотрит ли компания Парус на то, чтобы развернуться в сторону жилой недвижимости и создать какой-то запив не складской, не офисный, а, например, ну, допустим, выкупить какой-то корпус жилой, который строит какая-нибудь известная большая компания внутри Москвы, и, допустим, сформировать из него такой запив арендный, не только для того, чтобы заработать в стратегии кор, про которую вы говорите, но еще, чтобы получать такие арендные платежи ежемесячные, как это происходит с складской недвижимостью, думали ли вы над этим? Может быть, планируется какой-то объект, о котором мы еще не знаем? Поделитесь, пожалуйста, Олег. Да, Владимир, спасибо. Действительно, мы на рынке за последний год, чуть больше года увидели, как такие фонды появляются, то есть мы видим, как управляющая компания Тинькофф Капитал выпустила уже третий фонд на жилую недвижимость, управляющая компания Альпа Капитал тоже выпустила фонд на жилую недвижимость. Извините, перебью вас вот по поводу Тинькоффа, там все-таки стратегия кор, то есть они хотят продать это и выйти... Это портунистик, да, оно надо. Да, да, а я имею в виду как раз создать запив по аналогии с парус, например, логистика или тот самый склад Озон или Сберлогистика, когда выйдут каждый месяц, и тогда человек получает альтернативную стратегию покупки квартиры или апартаментов и сдачи в аренду. Только с вашей помощью он может это сделать с меньшей суммой, поскольку у вас недовольно маленькие лоты и хорошее такое дробление идет до тысячи рублей, до семи тысяч рублей. Да, Владимир, смотрите, в чем, наверное, главная здесь проблема в том, что арендная доходность в жилой недвижимости опять же за последние 20 лет вот из того графика, что есть презентация, составила 2,8% годовых. То есть, наверное, в лучших сценариях, когда получается купить объекты, может быть, на ранней стадии, либо там по какому-то дисконту, это может быть 4, может быть, максимум 5%, но здесь, наверное, вы больше эксперты на жилой недвижимости сможете рассказать, соответствуют ли эти цифры реальности. Поэтому создавать фонды на жилую недвижимость, именно арендные фонды, фактически управляющей компании будет сложности, чтобы ее продать, потому что арендная доходность будет 3-4% максимум, да, и это на сегодняшний момент не будет конкурировать с фондами коммерческой недвижимости, когда арендная доходность составляет там от 10 до 12% годовых. То есть вот здесь, наверное, в этом причина, почему лично мы сегодня не смотрим в создание таких фондов. Вторая причина в том, что лично у нас управляющая компания сфокусирована на коммерческой недвижимости, да, то есть мы уже более 20 лет занимаемся исключительно коммерческой недвижимости, и если заниматься дополнительно жилой недвижимостью, конечно, здесь нужна экспертиза, нужна отдельная команда, да, которая будет заниматься непосредственно выбором этих лотов и покупкой, сдачей в аренду. И второе, конечно же, это то, что в коммерческой недвижимости мы можем заключить договоры аренды на 5-10 лет, и это стабильный денежный поток, то есть мы можем спрогнозировать то, сколько будут получать наши инвесторы. Если мы говорим про жилую недвижимость, то здесь, конечно же, возможно, что арендатор съезжает, возможно, какие-то простои, необходимо регулярное взаимодействие, да, с арендаторами. Это, конечно, все влияет на итоговую доходность. Поэтому для управляющей компании Parus, для нас, мы сегодня пока что не видим перспектив именно создания фондов жилой недвижимости, но активно наблюдаем за тем, что происходит на рынке и что создают другие игроки. Спасибо, Олег. Хорошо, Владимир, ну, переходим к вопросам по жилой недвижимости. Кажется, тут много чего произошло, опять же, в конце прошлого года. Давай еще раз, что произошло и сразу, как это может повлиять с прогнозами по ценам жилой недвижимости? Да, спасибо, Андрей. Дело в том, что на рынке недвижимости, во всяком случае, то, что происходит сейчас на крупном рынке в виде Москвы, я бы сказал, это такая битва, это противостояние банков и застройщиков, которое обсуждается уже всеми СМИ. Сегодня буквально мы все вместе, я думаю, смотрели эту самую пресс-конференцию, на которой рассказывали про то, как сейчас ведут себя банки, насколько они привыкли зарабатывать большие деньги и не хотят от этого соблазна, от этого лакового кусочка отказываться, тем самым назначая определенную комиссию застройщикам при продаже квартиры в льготную ипотеку. Застройщики, в свою очередь, тоже привыкли зарабатывать хорошие деньги на этом рынке и отказываются платить за этот банкет, перекладывают у стоимости на потребителя. Потребитель, в свою очередь, не готов покупать по такой завышенной цене и в итоге у нас такая патовая ситуация, довольно забавная, как мне кажется, потому что если бы был бы шанс задать этот вопрос или передать как-то информацию туда наверх, к регулятору, как это было, когда мы с тобой, Андрей, записывали видео 1 декабря, было бы совсем здорово, если бы льготную ипотеку безадресную, которая для всех просто отменили в конце года и забыли, то есть оставив льготную ипотеку для семей с детьми, IT-ипотеку и так далее, другие варианты. Но вот эта льготная ипотеку для всех, которая не имеет там практически никаких критериев, вот она как раз и губит всю ситуацию, связанную с рынком жилья, потому что давайте мы с вами посмотрим на апартаменты, что с ними происходит, ведь они именно являются рынком, именно они апартаменты, сейчас продаются там по умеренным ценам, да, понятное дело, что там нельзя прописаться, но все-таки, если мы говорим про квадратные метры, то там все в порядке с ценой, в отличие от субсидированной жилой, жилого сектора, в котором у нас есть дешевые деньги и они в итоге забустили весь рынок и действительно, Олег, вы правы, сильно понизилась доходность по квартирам, но это все касалось ситуации до сентября месяца, разумеется. Да, мы знаем с вами, что там плюс-минус арендные платежи у нас растут в рублевом эквиваленте около 4% год к году, если мы там статистику за последние 20 лет, даже пусть это и приблизительные цифры, но все-таки мы с вами понимаем, что арендные платежи не догоняют инфляцию. Окей, но у нас есть с вами кор, как раз вот возвращаясь к словам Олега, что действительно стоимость недвижимости сильно растет на больших промежутках времени, например, там, когда это за 5 лет, то есть 10 лет, например, когда вы находитесь в объекте, вы, получается, со своим объектом собираете все прелести инфляции, потому что у вас и район развивается, инфраструктура подтягивается, и в итоге вы получаете две доходности. Одна капитализация вашего объекта, другая арендный поток, тот самый, как выплачивает, например, компания Парус, там, если не ошибаюсь, ежемесячно поправьте меня. Далее, что касается перспектив и доходностей. Да, дело в том, что до сентября месяца действительно доходности по аренде были невысоки, но с учетом того, что начался бизнес-сезон, с учетом того, что многие люди возвращаются из других стран и ищут себе квартиру, из-за того, что ставка ЦБ высокая, ипотека рыночная, дорогая, у людей нет возможности платить такие деньги для того, чтобы переехать в вторичное жилье, имеется в виду то, которое готовое, там есть ключи, где уже все стены стоят на своих местах и есть отделка. В этот момент мы с вами видим огромный спрос на рынки аренды, на буст по цене. В течение сентября-ноября этого промежутка как раз был зафиксирован самый большой всплеск. Дальше небольшое снижение по ноябрю, и в итоге в конце декабря опять пошел рост по аренде. В январе продолжается рост по аренде, и это не может не радовать тех самых лендлордов, которые сдают свою недвижимость, если особенно несколько объектов, то тем более их это должно радовать, потому что, скорее всего, они заходили до того самого роста цен, который у нас начался с июня 2020 года, когда ввели ту самую льготную ипотеку для всех. Если помните, это очень сильно забустил рынок и все никак его не успокоит. И я надеюсь, что та регуляторная методика, которая придерживается ЦБ сейчас, она как раз и направлена на то, чтобы убрать спрос на эту льготную ипотеку, на эти дешевые деньги, которые раздаются, к сожалению, в том числе и инвесторам. То есть они не доходят до адресата, и мне кажется, что это неправильно, что человек использует, получается, льготу государства, которая нацелена на то, чтобы улучшить семейное жилье для того, чтобы улучшить какие-то свои жилищные, скажем так, условия, он в итоге не покупает квартиру, а берет, допустим, какую-то льготную ипотеку на полный лимит, забирая, соответственно, деньги из бюджета, а свои средства отправляет на ОФЗ, на различные корпоративные облигации, и в итоге у него получается хорошая разница. Да, здорово, что инвестор об этом догадался, я его поздравляю, он молодец, но в целом ЦБ и Минфин, они рассчитывали немножко на другое. Им хотелось создать инструмент для того, чтобы люди улучшали свои условия жилищные и переезжали в более комфортное и новое жилье. У меня, кстати, на эту тему есть пост, почему к 2040 году нас так активно подталкивают к тому, чтобы мы переезжали в новый фонд, там просто образуется, открою сразу небольшой спойлер, значит, там образовывается большой навес к 2040 году старого фонда. И вот было бы вы все с вами, значит, потребители этого продукта под названием квартира, сами бы переехали сейчас, чтобы потом на плечи государства у нас не ложилась такая большая ноша в виде переселения в формате реновации, потому что это трудоемко, это капиталоемко, и достаточно большую часть бюджета заберет. Поэтому классный ход, что у нас с вами есть такие инструменты для улучшения жилищных условий. Андрей. Хорошо. Ну, все-таки с прогнозом. То есть, насколько последние нововведения могут снизить цены на именно первичное жилье или, по крайней мере, сократить дисконт между первичным и вторичным жильем? Самую разницу между первичкой и вторичкой как раз стремится сократить ЦБ. Да, понятное дело, что сотрудники используют и жилье бизнес-класса, и хрущевку для оценки. Это, конечно, не совсем корректно, когда они говорят про разницу стоимости в 30-40%. Тут я, конечно, должен посвятить этот момент, но все-таки да, действительно, есть разрыв между первичкой и вторичкой. И действительно, тот человек, который сейчас захочет продать свою первичку, он, допустим, купил ее там год назад и сейчас попытается выйти. Во-первых, у него не действуют те самые льготные условия, которые были до. Напоминаю, в 2023 году у вас была уникальная возможность взять в переуступку, в ДУПТ, тот самый жилой сектор, купить, получается, у инвестора пока строится объект в дешевые деньги и взять себе то, что построится, допустим, и сдают с ключами в следующем году. Такая возможность закрыта. И сейчас уже, я бы сказал, ждет такое довольно, ну, довольно сложное полугодие даже, возможно, год, но полугодие точно, пока те, кто запрыгивал в спекулятивных сделках в различные корпуса, которые долго еще будут не сданы, там, до 2025 года, до 2026, потому что выйти им будет крайне сложно из-за высокой ипотеки, так как ЦБ нам уже сказал, что высокую ставку они планируют держать весь 2024 год. Если не ошибаюсь, там были прогнозы 12,5-14,5, и это, в свою очередь, нам дает ориентир где-то там 14,5-17,5, соответственно, ориентир по ипотеке. То есть ипотечная ставка на вторичный рынок, на вторичном рынке будет довольно высокая, из-за чего как раз будет просадка и в сделках, из-за чего будет расти срок экспозиции объекта и как у застройщика, и у конечного потребителя. Конечно, не одно дело почему, а вот у застройщика он будет зависать просто потому, что те, кто захочет переехать в жилье и продавать что-то будет свое ненужное, доставшееся там по наследству и так далее, вот они как раз зависнут с объектом минимум на 3-4 месяца сейчас, находящиеся в продаже, потому что ранее все то, что продавалось за 2 месяца, теперь продается 4 месяца. То, что продавалось там условно какая-нибудь трехкомнатная квартира за 3 месяца, теперь будет продаваться полгода, просто потому что ипотечная ставка слишком высокая и люди, которые переезжают в большие квартиры, им становится неподъемный тот самый платеж. И здесь, конечно, мы будем с вами наблюдать с такой высокой ипотечной ставкой снижение стоимости квадратного метра на вторичке, снижение по дупт, потому что сделки зависают. Далее надо не забывать про то, что банки сейчас очень сильно ужесточили надзор за заемщиком. То есть у нас около половины идут отказов. Да, представляете, половина. То есть если раньше одобрялась ипотека почти каждому, то в течение 23-го года скоринг-машина была поднастроена чуть лучше. Там есть определенные моменты, по которым отсеивается заемщик. И сейчас, например, та же самая предельная долговая нагрузка даже в процентовке от 50 до 80 является риск-фактором для того, чтобы не одобрять ипотеку будущему заемщику. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важные данные, на которые опирается как раз ЦБ, закручивая эти гайки по льготной ипотеке для всех и по остальным видам ипотеки. Далее, что касается первички, Андрей, вот ты спросил про то, что будет и будет ли снижение. Здесь есть забавная штука. Дело в том, что лидеры рынка и те, кто продают не только в Москве, но и в области, они продавали огромное количество не только квадратных метров, но и в штуках, в корпусах. Очень много было продано недвижимости по результатам 2023 года. И в итоге это нас приводит к тому, что в целом даже целое, допустим, полугодие у них, если будет падение продаж, это не сильно повлияет, потому что из кролл-счета наполнены не только то, что как через чур наполнены, поэтому они в течение этого полугода могут позволить себе просто отдыхать, не продавать такие колоссальные объемы, как было ранее. Тем более, что если мы посмотрим отчеты довольно известных ребят на рынке недвижимости, где показываются не оптовые продажи, а как раз розничные, где исключены сделки по 10 объектов и более, наоборот, все, что по одному, по два максимума объекта было продано в рынок, вот там как раз и говорится о том, что первое, срок экспозиции растет. Второе, корпуса, которые 2024 года, допустим, сдачи, они очень хорошо распроданы. Корпуса 2025 года сдачи очень хорошо распроданы. А далее, если мы посмотрим с вами на эти отчеты, то мы с вами увидим забавную штуку, как я вот говорил на Smart Lab, значит, что идет дефицит в тот момент, когда в 2023 году было заморожено несколько строек, ну, несколько, я имею в виду, десятков, были отложены старты продаж. В итоге это приведет нас к тому, что, да, большие объемы были по водоэксплуатации 2023 года. Это рекорд по водоэксплуатации. Далее, 2024 год, тоже очень высокие цифры. А вот в 2025 и 2026 сильнейшее снижение. Причем в 2025 по Мособласти там снижение было практически в пять раз. Посмотрим, насколько это изменится, как сильно будут застройщики торопиться. Но они тем самым создали дефицит. То есть они себе постелили соломку на 2025 и 2026 года, потому что они не могут понять, по какой цене сейчас выходить, кроме как за 500 тысяч рублей за квадратный метр со сдачей в 2027 году. А люди не готовы, потребитель не готов покупать по такой цене, потому что это очень дорого. И вот мы находимся в такой интересной ситуации, в которой застройщики подумали наперед и сами снизили предложение. Добавляя с тем, чтобы банки не выдавали, значит, ипотеку всем подряд. При этом банки хотят на этом всем деле зарабатывать просто по той причине, что застройщик продает такой ипотечный продукт в виде ипотечного платежа и прочих субсидий. Он же, этот застройщик, держит свои средства на скорых счетах, которые находятся у банка. Проектное финансирование точно так же удается банкам-застройщикам. И вот в итоге банки, по идее, должны здесь находиться в очень такой комфортной ситуации, как говорится, в шоколаде и наслаждаться тем, что у них на самом деле все эти деньги. А застройщик, значит, хочет в свою очередь перекладывать вот эту всю недозаработанную прибыль на потребителя, а потребитель не готов покупать это по такой цене. Так что мы на самом деле в 2024 году с вами будем наблюдать удивительные вещи, как застройщики будут выкручиваться из этой ситуации, особенно те, которые рассчитывают на объем, да, на объем продаж по году, по кварталу. И даже совсем недавно мы увидели с вами, ну, те, кто следит за рынком, увидели, что появился тот самый кэшбэк, который был в первом квартале 2023 года, а потом исчез внезапно, и опять он снова, вот он опять появился. Так что нас с вами ждет очень интересный 2024 год. Я считаю, что точка для входа под названием 2024 год будет очень выгодна для инвестора. Главное следить за новыми предложениями, смотреть внимательно, что происходит, искать дефицитные объекты, изучать квартирографию. Ну и, как всегда, локация ликвидная, ставка спрос. Это мое правило. Спасибо, Андрей. Да, давай все-таки еще раз чуть точнее сформулируем. То есть, если я тебя правильно услышал, ты говоришь про то, то спрос снизится. Вот, если можешь в цифрах сказать, например, в Москве, в Московской области, насколько ты считаешь, снизится спрос с учетом изменений в ипотеке. Но снижение спроса не отразится на ценах, просто дольше будет продаваться, продастся меньше объем, застройщики спешить не будут со снижением цен. Ну, в общем. И мы просто увидим меньше сделок в 2024 году, да, меньше сделок примерно по тем же ценам. Да, я буду как раз говорить про стагнацию. Это основной ориентир по прогнозу на 2024 и 2025 год. До 2025 года я не вижу перспектив к росту. Дело в том, что вот эта связка министерства, разные банки и застройщики, они рано или поздно договорятся. И мне кажется, что договорятся они до 1 июля 2024 года, когда будет продлена семейная ипотека и будут обсуждаться какие-то еще нововведения. Вот когда они договорятся, мне кажется, что уже будет поздно покупать, потому что когда у вас есть прогнозируемое будущее, и в этот момент начинается спрос, начинается покупка каких-то объектов, иногда под весьма странные нужды, потому что когда мы с вами видели, допустим, там ипотеку, то же самое, 01, люди покупали чуть ли не запасную квартиру. Далее, если мы говорим про вторичный рынок, там, конечно, будет снижение. И прогноз там весьма драматичный, потому что из-за такой высокой ставки снижение будет в спросе. Если мы говорим про спрос, спрос будет падать, значит, у нас было 60% сделок по московскому региону, 60% сделок было с плеча, если мы убираем эту составляющую хотя бы на 50%, то есть мы оставляем только 10% сделок каких-то минимальных, там, с плечом в миллион рублей, в 2-3, то есть где люди берут небольшие средства для того, чтобы переехать в большую квартиру или разъехаться. Так вот, это повлияет на срок экспозиции, в первую очередь, то, что продавалось там 2 месяца, будет продаваться где-то 4, то, что продавалось 3 месяца, будет продаваться полгода и больше. Соответственно, тем, кто захочет выйти, им придется дисконтировать, соответственно, мы с вами увидим дисконт, особенно это касается больших лотов в старом фонде. Далее, сейчас наблюдается дисконт больших квартир, потому что все эти льготные ипотеки, семейные ипотеки были направлены, к сожалению, судя по отчетам многих аналитиков, у нас падает средняя, не средняя сумма объекта, а именно средняя квадратура, то есть количество квадратных метров, приобретаемого за одну сделку, оно падает стремительно последние 3 года, потому что во все эти льготные ипотеки покупают студию 20 квадратов, покупают евро-двушку, там 36 квадратов, а это все сильно снижает по статистике средний квадратный метр. И, конечно, застройщику сейчас нужно предлагать, если он вдруг нас сейчас слушает, какой-то застройщик, ему, конечно, нужно предлагать определенные скидки и преференции на те варианты, где у него, например, 60 и больше квадратных метров. Соответственно, министерство должно отреагировать на это и сделать какие-то новые виды ипотеки, допустим, семейные, чтобы она действительно правильно работала, должна быть, как мне кажется, запрещена покупку студии. Ну, потому что объективно, если она работает на семью с ребенком, вы в 20 квадратных метрах, ну, вам будет крайне некомфортно жить. Соответственно, она должна работать там на 32, на 34 метра и больше, где хотя бы есть какая-то кухня-гостиная, чтобы семье действительно было хоть чуть-чуть комфортнее жить, чем в этой маленькой студии. Ну, а лучше, конечно, стимулировать продажи, как это, по-моему, говорил Никита Татсишин, стимулировать продажи, снизив ипотеку еще на парочку процентов именно на большие квартиры, то есть чтобы люди, у которых двое детей или трое, могли заехать в евро-трешку или в евро-четырешку со сниженной ставкой, допустим, 4 процента, 3 процента, чтобы они действительно получали льготу и могли ей воспользоваться для улучшения тех самых жилищных условий, ради которых была направлена вся эта льготная история с ипотеками. Хорошо, но все-таки еще раз повторюсь, сильного снижения цен на первичке ты не ждешь, на вторичке, кстати, если услышал, ждешь, не ждешь тоже, да, дисконт? Да, я не жду, наверное, я по первичке не жду, потому что единственное, что сейчас может предложить застройщик, это какие-то дисконты на большие площади, далее я жду дисконт по вторичке именно из-за высокой ставки, потому что тем, кому действительно нужно продать, они будут дисконтировать и пытаться выйти как можно быстрее, потому что наличные деньги достаточно дорогие, ставка высокая, люди могут и на депозите подержать свои деньги или в каких-то ОФЗ и в прочих инструментах, так что, конечно, по вторичке будет дисконт в 2024 году. Владимир, вот у меня есть еще уточняющий вопрос. В продолжение темы рентного дохода, вот спросили по поводу, не планируем ли мы создавать фонды на жилую недвижимость, на которые приносят рентную доходность, а правильно ли я понял, что вот исходя из ваших тезисов, то ставки аренды у нас в прошлом году именно на жилую недвижимость, они выросли, на ближайший год мы будем наблюдать объекты, которые можно будет покупать с неким дисконтом, и это приведет ли это к существенному росту именно этой рентной доходности по жилой недвижимости или же нет? Да, конечно, спасибо, Олег, за вопрос. Да, конечно, приведет. Дело в том, что вакансия крайне низкая. Вот точно так же, как сейчас происходит в складах, то есть у нас высокая вакансия по офисам класса А, при этом очень низкая вакансия складов, при этом вы можете, например, получать хорошую доходность. Вот то же самое сейчас получается с арендой, то есть очень большой спрос, который невозможно сейчас удовлетворить тем рынкам, которые есть. И люди страдают, они пытаются найти себе какой-то объект в аренду, цена высокая, им становится все более неудобно снимать в аренду, при этом высокая ставка ЦБ отталкивает их от покупки. И это все приводит их в такое очень, как мне кажется, обозленное состояние, потому что действительно, когда мы говорим с вами про стоимость аренды, ну, допустим, какой-то средней евро-двушки в новостройке, она была прогнозируема в 23-м году 60 тысяч рублей, а в ноябре уже сдается за 80. Понимаете, что случилось? То есть это слишком большой... Плюс при этом про стоимость. Да, это слишком много. Далее, что произошло, это вымывание с рынка. Ну, то есть эти лоты были, значит, открыты, их можно было снять, их арендовали, все. И в итоге у нас получается, что сейчас спрос – это 160% при том, что есть. Вы представляете, какое количество объектов не хватает в аренду? То есть, правильно, Владимир, лично для себя хочу понять, что доходность, которая раньше была в районе 3% годовых именно арендная, в ближайшее время может прийти к 4-4,5. То есть такие прогнозы. Потому что, мне кажется, вот именно инвестиция, покупка квартиры и сдача в аренду, это до сих пор там является самым, наверное, распространенным инструментом для большинства населения России. Да, конечно. Но дело еще в том, что не только аренда подтолкнет доходность, но и правильный выбор объекта. Потому что если не заморачиваться над пропиской московской, а брать, например, просто в деньги, без ипотеки, какие-нибудь апартаменты, у которых там, вот я уже говорил на предыдущем эфире в августе, что очень важно проверять землю, и там должна быть позиция 471 по КПЗУ, и тогда человек будет платить налог не 1,5%, а 0,5% за собственность. И это важный фактор. Да, понятное дело, что там сейчас должны много чего урегулировать. Посмотрим, как этот закон будет развиваться. Мы все-таки три года уже ждем, чтобы какой-то статус правовой нормальный был. А то, что у вас офисы, что у нас апартаменты, все едино, все нежилое. Как-то это не совсем корректно получается. И я еще вижу перспективу по доходности. В апартах сейчас можно добиться 7-8% доходности, и поскольку деньги, я повторюсь, дорогие очень, это открывает нам новые возможности, как вот мы, например, с товарищами инвесторами сейчас вообще ищем здание в Москве для того, чтобы сделать из этого такой маленький фонд и сдавать все это дело в аренду. Просто потому, что здания дешевеют, и то, что происходит в различных столицах мира, о чем мы совсем недавно, кстати, говорили с вашими коллегами, это Александром Шараповым, что иногда происходит такое странное состояние в рынке столицы, что участок под зданием стоит дороже, чем здание. Получается, что у вас как бы здание в подарок участка. Вот, так что я бы сказал, что именно рынок апартаментов является сейчас привлекательным, с доходностью там 7-8%, но если уж у вас совсем все хорошо с деньгами, то вы можете даже как-то скооперироваться, сколлаборироваться и покупать здание для того, чтобы сделать такой вот свой маленький частный фонд и получать ту самую арендную доходность каждый месяц. Хорошо, коллеги, немного времени остается, да, давайте пробежимся быстренько по вопросам. На самом деле, на многие, я думаю, мы ответили, но все-таки вот, например, Сергей, нет, не Сергей, Юрий задает вопрос, на который тоже, мне кажется, частично ответили, но все-таки. По статистике, не распадано процентов 60 недвижимости, я думаю. Почему цена не падает, а наоборот? Когда пузырь лопнет, стоит ли участвовать в размещении бригад и самолет, то это отдельная тема, вот давайте восстановимся на первую часть. Я отвечу, да, я отвечу на этот вопрос. Во-первых, спасибо, что вы слушаете нас онлайн, спасибо за вопрос. Дело в том, что у застройщиков проектное финансирование, у них очень дешевые деньги. Мы с Михаилом Гульбергом это обсуждали вот осенью на Мосбирже, это представитель Дом РФ, если что, что значит деньги у застройщиков в среднем под 5,5%, и у них скорый счет до 30-го года, до 32-го года, понимаете? Им невыгодно продавать сейчас. Они могут продавать, когда захотят, потому что у них есть эти дешевые деньги на протяжении. То есть мы идем к той модели, в которой по сути своей мы должны вообще отказаться, как я понял эту модель с искровым, поправьте меня в комментариях, что сначала застройщик привлекает проектное финансирование, строит здание, и потом готовое здание продает. Вот тогда все правильно будет работать. Но у нас есть некие нестыковки законодательные, из-за которых мы по-прежнему бежим, мы, в смысле потребители, покупать котлован, потому что по старой памяти все, значит, растет именно, когда вы купили в котлован. Но нет, ну нет, это работает сейчас совсем иначе. И в большинстве случаев, когда вы покупаете вот тот же самый объект, вы говорите, там 60% не распродалось. Ну хорошо, давайте с вами посмотрим аналитику, давайте посмотрим, какие корпуса не распроданы. Не распроданы 26-й год, 27-й год и 28-й год. Вот, понимаете, что происходит? Люди просто не готовы на деньги в здание, которое сдается через 4 года, через 3 года. Это слишком далеко. Люди не хотят на так долго замораживать свои деньги без арендного дохода. Куда они идут? Пожалуйста, депозит, ОФЗ, облигации, какие-то флоутеры. Они идут покупать за пифа паруса, потому что им сейчас придет тот самый кэшфлоу заветный, который все хотят получать или там дивиденды. Вот, знаете, вот, наверное, вопрос чуть в другом. Понятно, почему покупатель условно не покупает. А почему, еще раз все-таки произнеси, почему в этих условиях застройщик не переживает, не снижает цены? Потому что у него еще 3 года, да, впереди. Потому что у него еще льготная ипотека. Его по-прежнему поддерживает государство, хотя уже не надо. Уже не надо их поддерживать. У них все в порядке, все хорошо. Они, повторюсь, могут весь 24-й год ничего не продавать. У них отличная продажа. И с такими способами... Ускоримся, чтобы ответить на все вопросы. Я понял. То есть очень много продали, все, еще льготная ипотека в какой-то части остается. Срок сдачи не скоро. Поэтому есть время подождать. Вопрос, наверное, финальный. Вот я объединю на самом деле два от Василия, от Максима. Это недвижимость. Вот давайте быстренько и про коммерческую, и про частную, может быть, поговорим. Недвижимость в каких городах наиболее стабильно, я от себя добавлю, интересно в наше время. И туда же, от Максима, туристическая недвижимость в таких регионах, как Дагестан, Калининград, Суздаль, может быть, Сочи, еще что-то. Что могло быть ли интересно? Да, давайте расскажу, что происходит у нас с огромными инвестициями в числями в миллиардах рублей. Значит, первое, у нас есть огромная дорога маршрута северо-юг, это получается севера России в Иран. Обращайте, пожалуйста, внимание. Это касается и жилой недвижимости, и складских помещений, потому что все это будет развиваться. И далее, если мы говорим про, например, маршрут из Петербурга в Китай, огромная дорога в 12 тысяч километров, это проект на 13 триллионов рублей. И крупные застройщики, они уже закупаются земельным банком по дороге, по маршруту вот этому проектируемому, тот же самый эталон. Далее, у нас есть кольцо вокруг, автомобильное, вокруг Азовского моря. Есть кольцо проектируемое, там должны несколько стран участвовать в его постройке, вокруг Каспия. У нас есть, допустим, Архыз тот же самый, у нас есть Дербент. То есть есть еще куда идти к капиталу, где есть рост. Это не только касается земли, понятное дело, но и других видов недвижимости. Ну и, конечно, давайте не будем с вами забывать о том, что не во все страны мы можем сейчас поехать, и не везде удобно. С валютой, конечно, есть тоже некоторые нюансы. Поэтому туризм внутри России очень сильно развивается. Вы посмотрите, сколько стоит там ночи в Хибинах, допустим. Вот вряд ли много кто из вас слышал про это место или ездил туда. Но там очень хорошую доходность получают, например, отели. Есть новая тема, связанная с глэмпингами. Точно так же приносит очень высокую доходность. И это можно сделать внутри России относительно за небольшие деньги. И при этом инвестор достаточно быстро уходит на окупаемость. Вот что я хотел сказать по этой тематике. Я бы Владимир добавил по поводу коммерческой недвижимости. Действительно, если говорить про то, какие регионы, наверное, более стабильны в складах, офисах и торговых центрах, то, конечно, мы видим, что склады – это центральный регион, то есть Москва, Санкт-Петербург в основном. То есть большая доля общая рынка – это именно в Москве 50%. В всей складской недвижимости класса в Санкт-Петербурге около 20%. Но сейчас мы видим, на самом деле, что в последние годы активно развиваются и регионы. То есть складская недвижимость активно началась строиться и на Дальнем Востоке, и в Центральной России. Поэтому, конечно, Москва, Санкт-Петербург – это основной фокус, но можно активно смотреть и в региональную складскую недвижимость, если есть понимание, что она будет пользоваться спросом благодаря как раз-таки своим каким-то транспортным узлам удобным. Второе – это офисы. Здесь, конечно, мы видим единственное – это Москва и Санкт-Петербург. Все-таки и Москва все равно более активна. В регионах именно офисной недвижимости класса практически нет. Это исключение. Поэтому здесь, конечно же, Москва, Санкт-Петербург. Что касается торговой недвижимости, то, как я уже ранее рассказывал, здесь, наоборот, у нас сегодня акцент больше на регионах, поскольку там крупные торговые центры являются местом притяжения и обеспечивают большую проходимость и больший доход для владельцев. Поэтому в наших сегментах можно так сказать. Отлично. Коллеги, большое вам спасибо. Надеюсь, достаточно подробно за такое короткое время разобрали и текущую ситуацию, и прогнозы. Дорогие слушатели, ну, как обычно, моя уже базовая фраза – вы вынесете что-то полезное для вас и примените это на практике. Спасибо за внимание. Дорогие эксперты, вам огромная благодарность за то, что делитесь информацией. Всем хорошего вечера и отличных инвестиций. До свидания. Всем до свидания. До свидания. Спасибо, что позвали.